Продолжение следует... Чтобы ваше тело было действительно привлекательно, подходите к процессу коррекции фигуры комплексно. И у нас сегодня в студии диетолог, тренер по питанию Елена Астахова. И Елена нам помогает разобраться в этом вопросе. Рассказывает нам о собственной методике снижения веса и как, собственно, достичь таких потрясающих результатов. Елена, давайте продолжим наш увлекательный разговор. Вот сразу хочу спросить про спорт. Ведь, ну, вот спорт, ну, куда от него? Ну, вот как можно просто, допустим, ничего там не кушать или кушать мало и не заниматься спортом и похудеть? Мне кажется, смысла нет. Или всё-таки есть? Или можно без спорта похудеть? Можно и без спорта, можно и со спортом. Главное, чтобы мы понимали, что мы делаем и к чему мы идём. Потому что если человек занимается спортом, а потом ест пиццу, результат обнуляется. Красивое тело. В моей методике очень интересно есть ещё такой механизм. Я его тоже использую как пассивная физическая нагрузка. Это что такое? Я долгое время работала в неврологии и создала такую методику. Безоперационной пластикой как по лицу, так и по телу. То есть ничего не обвисает, всё хорошо. Да, когда мы снижаем вес, ведь это тоже первая задача, чтобы всё было подтянуто. И эта методика позволяет, я сколько видела моих, особенно большие мальчики или большие девочки, кто за 100 килограмм. Они, конечно, стремительно снижают вес, что у них штаны падают на улице. Это тоже есть такой момент. И когда они снижают вес, костная система остаётся широкая. И они выглядят, ну, мягко говоря, некрасиво. Таз развернутый, он же там привык жир держать. И ребра тоже широкие. И когда снижают вес, я посмотрела, что можно придумать, чтобы вот это было всё гармонично, и человек выглядел очень красиво. И девочка выглядела по женскому типу, и мальчик выглядела по мужскому типу. Я тогда придумала методику, как можно собрать ребра. И как же их можно собрать? За счёт неврологии во всём, и работы с стрессом. Стрессоустойчивость нам тоже помогает. Мы воздействуем на паравертебральную зону вдоль позвоночника, раскрываем позвоночный стол, подкрывается творчество. У меня даже начальник налоговой начал играть на аккордеоне. Мечта его сбылась. И открывается вот прямо потенциал у человека. Мы помогаем ему вытолкнуть из жировой ткани токсины, убрать безоперационной пластикой, без ножа. Это всё руками, без ножа, без инъекций. То есть нужно ходить на массаж? Хотя бы, вот я рекомендую, два-три раза в неделю вот толкнуть организм и сделать пластику. Ну, он как-то называется такой массаж? Да, безоперационная пластика, потому что мы... А, просто пластика тела, да? Пластика тела. Мы потому что вылепливаем, убираем жировое отложение в предательских зонах и костную систему уменьшаем. Антицеллюлитный массаж называется? Ну, это нет. Там на неврологии построено. Там мы через нервную систему. Вот, например, чтобы убрать объём с ног, нужно восстановить иннервацию нервных окончаний седалищного нерва. Чтобы уменьшить рёбра, нам нужно межреберное воздействие. Чтобы сплечь шеи, шейный отдел позвоночника и вот все нервные стволы, которые нам подтягивают руки. Ну, это мы сейчас говорим про тело. А если, допустим, лицо, вот что нужно делать с лицом? Лицо, это моя любимая тела. Лицо, особенно с возрастом. Лицо, это моё любимое тело. Я люблю делать из бабушек внучек. И горжусь этим результатом. Потому что в лице очень много у нас венозной крови с годами собирается из-за стой лимфы. Мы первое, что выталкиваем венозную кровь, выталкиваем лимфу, снимаем отёки и даём блеск глазам. Это какие-то специальные волшебные движения? Это волшебные движения. Подтягиваем в овал, вылеплим вот эту нашу гламурную полоску и выравниваем лоб. То есть на протяжении всех трёх месяцев, пока человек сбрасывает вес, нужно обязательно ходить на массаж, придерживаться. Желательно. У меня есть люди, которые в Лондоне, в Амстердаме, в Вене снижают вес дистанционно. И я им показываю, как сами они могут себе помочь. Елена, ну не секрет, что с возрастом обмен веществ, он замедляется, и все мы это прекрасно знаем. И, соответственно, когда мы становимся старше, сбросить вес нам намного сложнее. Как быть? Как быть в этом случае? Разочаровать? Ну, не знаю. Потому что такое ошибочное мнение, что с возрастом сложно снизить вес. Знаете, маленькая мотивация у человека. Вот у меня сейчас идут супруги на программе снижения веса. И им поставили диагноз не очень хороший. Не буду говорить, какой. Кардиологи поставили не очень хороший диагноз и сказали срочно снизить вес. И вот со 122 мужчина у меня сейчас за 3 месяца снизил до 102. И его жена с 82 килограмм до... Вот она сейчас 71. У женщин меньше, конечно, уходит вес. У мужчин, из-за того, что мышечная масса больше, им больше повезло. Они лучше снижают вес. А вообще вот так быстро охудеть, это не вредно для здоровья? Для сердца? Для сердца, наоборот, она скажет огромное спасибо, что нагрузку такую сняли. Очистили сосуды. Сосуды чистятся хорошо. И человек выглядит намного-намного моложе. Ну, а как вот, допустим, бороться с таким... Ну, со стрессом? Потому что мы живем в современном мире, да, и очень много стресса вокруг нас. И люди привыкли его заедать. Как с этим бороться? Ну, существуют продукты питания, которые помогают нам снижать стресс. Ведь когда мы стрессуем, заметили, что хочется жевать. И во время жевательных... Вот этих... Клубок не курить, да? Да. Жевательным вот этого рефлекса мы снижаем стресс. Я рекомендую жевать продукты, от которых не набираем вес. Это, например, что? Ну, начиная от хорошего куска стейка. Там его хорошо, мы же жуем его, там же волокна жесткие. Вот этот весь жевательный механизм у нас отрабатывается. А если очень поздно, то можно и огурец. Мы же тоже его грызем. И сельдерей можно погрызть. Кстати, относительно мяса. Какое мясо лучше выбирать? Для... Нежирное. Например? Телятина? Телятина. Самая идеальная. Идейка. Идейка. Если, допустим, вот женщина привыкла к такому правильному образу жизни, к такому правильному питанию, это правда, что она потом, ну, не захочет возвращаться в Илоя? Ничто не будет ее соблазнять? Конечно. Конечно. Я согласна с этим, потому что я люблю этот момент. Когда я же учу питаться в течение трех месяцев, и люди мне каждый день отзваниваются, говорят, какой вес, что скушали, какие наблюдения за собой наблюдают. И всегда в эти три месяца случается у нас очень интересно. Я называю этот момент не дошло через голову, да идет через другое место. Потому что они... Случаются майонезные салаты, и человек травится. Просто от неправильной... Печень-то очистилась. Конечно. Она же чистая. И получается отравление. И человек на следующий день так мучается, что у него устойчивая прямо цепочка нейронной связи выстраивается, и он ни за что на свете майонезные салаты есть больше не будет. И я очень рада этому процессу, когда человек на своем опыте проходит через такие ошибки, и для себя навсегда записывает, что вот от этого был такой результат. Ну а как же Оливье на Новый год? А шуба? Ну как от этого отказаться? Это же традиция. Да, я тоже поддерживаю эту традицию. Но там есть небольшие секреты. Мы майонез можем заменить на сметану с лимоном и, ну, скушать чайную... Ой, столовую ложку. Но не переедать таз салата. Не надо кушать. А как насчет алкоголя, кстати говоря? О, алкоголь – это моя любимая тема. Когда организм очищается, когда печень очищается, алкоголя приходится пить гораздо меньше. У меня был такой очень интересный случай в практике. Мы месяц снижаем вес, молодой человек скинул 12 килограмм, и тут он решил отпраздновать 1 мая. Праздник. Он говорит, обычно я, ну, 5-6 литров, так, пока шашлык жарю, вина выпиваю. Ну, это, говорит, для меня нормально. А вечером я коньяком удовольствие получаю. И тут на очищенные сосуды, на очищенный организм он дал литр вина. Всего лишь литр, да? Литр вина. И что вы думаете? Что с ним произошло? Он упал лицом в грядку. То есть он... Он напился, как... Он говорит, вы представляете, я напился... Печень не выдержала. ...как прыщавый студент. Я, говорит, не ожидал, что такое количество вина приведет к такому результату. Ну, после вина, наверное, нужно было выпить очень много воды. И вот я как раз хочу... Это, наверное, наш последний вопрос на сегодня. Сколько воды нужно употреблять? Потому что это очень спорный вопрос и всегда говорят по-разному. Кто-то говорит, не нужно много пить. Кто-то говорит, обязательно 2 литра. Кто-то говорит, 30 грамм на килограмм. Давайте развеем этот миф или вообще эту проблему. Так как я уже практикую очень десятки лет, я могу наблюдать люди, которые любят пить, которые не любят пить. Люди, которые любят пить, они хуже снижают. Люди, которые любят пить, они хорошо снижают вес. Люди, которые плохо с водой дружат, Дружат они, плохо снижают вес. Что ещё по поводу воды? Сколько всё-таки нужно пить? 2 литра или, как говорят правила, 30? На 30 килограмм вес 1 литр воды. Минимум. Минимум. Понятно. Потому что у меня из Польши супружеская пара приезжала. Она говорит, представляете, как вы будете лифтинговать кожу? Она же водой только подтягивается. Как вы будете... Это как у меня уролог, оперирующий, снижал вес. И он говорит, если бы население знало, сколько нужно пить воды, я бы остался без работы. Пейте воду, и будете всегда при работе. Спасибо вам большое за интересную беседу. Так много вопросов ещё не затронуто. Но я надеюсь, что вы обязательно вернётесь в нашу студию. Мы продолжим наш увлекательный разговор. И я напоминаю вам, дорогие друзья, что сегодня в гостях у нас была Елена Астахова. Это тренер по питанию, диетолог. И, в общем, оставайтесь с нами. У нас всегда очень интересно. А вам всего доброго. До свидания.